Земля из базилика, маринованные горчицы, перечное масло, чернила каракатицы, лаванда, сирень, конопля. Такие необычные ингредиенты используют в блюдах вместе под названием Bon App Cafe. Это одно из немногих заведений, где в меню нельзя найти Цезарь. Зато каждое блюдо тут похоже на картину. Вот, например, как необычно выглядит утка с орбетом из апельсина и маракуйи, землей с базиликой и морковным пюре кимчи. Один из секретов приготовления – необычный соус. Это квасное сусло перемешивается с соевым соусом и добавляется для запекания утки, чтобы она получала такой некий колер сверху. Ну и необычные вкусовые качества она получает из-за того, что этот соус он ее пропитывает. В результате нежная и жирная утка сочетается со сладким сорбетом, острым пюре и кисловатым соусом из брусники. Очень необычно. Цена – 680 рублей. Другой вариант за ту же цену для любителей мяса. Черный стейк филе миньон с соусом из печеного перца в компании дуэта пюре из картофеля с пармезаном и пюре из молодого горошка и мяты. В состав этого блюда входит филе мраморной говядины. Это вырезка у нас маринованная горчица, картофельное пюре с пармезаном, пюре из молодого горошка, соус демиглас, соус из перца и яблок с добавлением бадьяна и палочек корицы, зеленое масло, красное масло, бобы и домами и лук фри. Вкус тоже радует. Один из секретов в соусе демиглас, который 72 часа вываривается из костей с добавлением вина и стеблей семгерея. Используется и еще одна приправа. Соус из перца и яблока с добавлением бадьяна и палочек корицы. Он добавляет свежесть в это блюдо, ноты овощей и фруктов, которые несовместимы для этого блюда. Но когда ты пробуешь это все вместе, оно полностью раскрывает вкусовые качества каждого продукта в этом блюде. Украшается все это многосоставное великолепие испанским щавелем. Вряд ли кто-то может устоять и не сфотографировать. То же самое стоит сказать и о десертах. Можно, например, взять лавандовый сорбет. Лавандовый сорбет представлен у нас в летнем меню. Это новое блюдо. Это блюдо для лета. Лавандовый сорбет с клубниками друг друга дополняют тем, что клубника дает ягодный насыщенный вкус. А лавандовый сорбет – нотки цветочного вкуса. Что необычного в этом блюде – это семена конопли, которые сами по себе имеют некий оттенок ореха. Но главная особенность – это настоящая вуали с клубники. Вуали с клубники не надо путать ни с жаленья, ни с пастилой. Это технологически сложный продукт, который мы делаем сами. Завершающий штрих – цветы сирени. Цена 320 рублей. Вполне приемлемо за такую красоту. А как считаете вы? Захотелось попробовать? Пишите в комментариях. А мы скоро снова покажем новые места, где блюда удивляют не только ценой.